Всем привет! Меня зовут Ольга Яланская, я профессиональная артистка балета и педагог. И в этом видео мы поговорим, почему у вас нет прогресса в занятиях. И главная причина кроется в том, что вы не сфокусированы на результате. Определите, чего именно вы хотите. Поддерживать тот же уровень или улучшать свои показатели. Это разные задачи, и они требуют разного подхода. Процесс, безусловно, важен. Но если вы хотите увидеть свой прогресс, осваивать то, что ранее было для вас недоступно, нужно более осознанно подходить к тренировкам. Для каждой из нас большим источником вдохновения становится момент, когда мы видим конкретные изменения в зеркале и чувствуем удовлетворение от проделанной работы. Во многом выгорание тренировок происходит из-за того, что в какой-то момент все было пущено на самотек. Просто повторили, думали во время тренировки о чем-то другом, сделали просто для галочки. Сформулируйте для себя конкретные цели. Поднять ногу на 20 градусов выше, приблизиться в шпагате на 10 сантиметров к стене или сбросить 5 сантиметров объем из стали, потому что наш мозг контролирует только то, что измеримо. И теперь используйте каждую минуту тренировки на максимум, держа эти конкретные желания в голове. Также важнейшим фактором является разогрев, особенно если мы говорим про балетное направление. Если вы не разогреваетесь или влетаете в класс спустя 20 минут после начала урока, вы не то что снижаете КПД от занятий, но еще и рискуете травмироваться. Относитесь к разогреву как к обязательной части и сразу настраивайтесь на работу с телом, убирая лишние мысли. Выходите за пределы удобства. Если вы на самом деле хотите поднять ногу выше, придется полюбить процесс преодоления себя, потому что иначе вы будете только мучиться, разочаровываться и надолго вас не хватит. Тем более мы знаем, что выброс гормонов радости происходит именно в момент, когда вам очень тяжело, но вы, например, доделали это одажио, не сбросили, заставили себя и в итоге получили хороший результат. И эти осознанные тренировки с преодолением себя должны быть регулярными, если мы действительно хотим увидеть прогресс. А значит, нужно планировать и выставлять приоритеты, и не обманывать себя, говоря «О, я так мечтаю стать гибкой и научиться танцевать, пропуская занятия». Ставьте плюс в комментарии, если видео было полезным. Делитесь с тем, кому, на ваш взгляд, это тоже пригодится. И не забывайте нажимать колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Пока-пока.